Здравствуйте! Хочу предложить вам выкройку воротника стойки и с отложным воротником одновременно. Такие воротники у нас встречаются на блузках, встречаются на платьях, есть даже на куртках такие воротники и на мужских сорочках. Кстати говоря, тоже такие воротнички у нас идут. По построению этого воротника, что нам нужно сделать, как его рассчитать и с чего начать. Ну, сначала мы строим вершину с точкой А. Откладываем в правую сторону полуобхват вашей горловины плюс 0,5 см. Вот он будет у нас, вот здесь вот этот полуобхват. Дальше мы прибавляем 2,5-3 см. Это идёт у нас на застёжку, то есть на нашу вот эту вот планочку, которая заходит одна на другую. Вот таким вот образом она у нас идёт. 2-2,5 см. Ну, и поднимаемся вверх на 2,5-3,5 см. Затем мы откладываем 2-4 см. В зависимости от того, насколько нам нужно, чтобы воротник был отложной. 2-4 см. И ставим точку А. Затем от этой точки вверх, это у нас перпендикулярная такая идёт линия, мы откладываем 7-9 см. И это идёт наша ширина воротника. Ширина воротника, это имеется в виду вот эта часть. Плюс ещё вот эта вот стоечка, которая будет у вас. Это цельнокроенная стоечка. Есть стоечка такая вшивная, которая вот так вот идёт. Стоечка, а в неё вшивается вот этот воротник. То этот воротник идёт цельнокроенный и здесь как бы работы меньше и обработки. Итак, отложив 7-9 см. Мы откладываем вправо вашу до пересечения вот этой вот линии, да? Вот мы сделали, отложили полуобхват шеи плюс 0,5 см. Также подняли перпендикуляр. После этого мы соединяем эти точки. Одну точку и вторую точку. И продлеваем по этой линии вправо на 1-4 см. Это для того, чтобы наш воротник, вот смотрите, если мы не будем продлевать, он у нас будет просто вот таким вот. А вот этот вот уголочек за счёт нашего продлевания, вот эту часть мы продлеваем. Продлили мы на 1-4 см. После чего мы берём и от точки, которую мы поднялись вверх, вот эта точка, да, у нас, отсюда мы соединяем с вот этой точкой. Соединяем и откладываем вверх также сантиметра 2 см. Возможно, вы не захотите больше. То есть это всё будет зависеть от того, насколько вы хотите длинный уголок. Он может быть у вас даже и ровной линией. Но вот здесь вот, если взять вот эту часть, то это где-то ровная линия. Если вы будете откладывать больше, то у вас получится воротник, ну вот, вот таким вот образом. То ли более удлинённый уголочек. И соединяем эти части тут по прямой и немножко вогнутой линией до вот этой точки, если вы захотели удлинить. Если вы хотите, чтобы ваш воротничок был маленьким и аккуратненьким, не очень, скажем, таким длинным, да, хвостиком, уголочком, вы можете опуститься на 1-1,5 см и просто-напросто закончить ваш воротник где-то на одном уровне. Видите, вот я вот эту линию нарисовала и где-то одинаковое количество сантиметров у нас уходит. Вот, в принципе, и всё по построению. Хочу вам обратить ваше внимание, что вот эта часть, это линия сгиба воротника, там где вы его сгибаете, ткань. Вот эта часть, это линия втачивания воротника. Это та часть, которую вы пришиваете к воротнику. Вот эта часть наша, это идёт накладная часть. То есть, та часть, которая будет накладываться одна на другую. Ну, то есть, вот как у нас идёт застёжка пуговицы и воротника. То есть, вот подразумевается пуговица, вот наша петелечка. Ну, вот и всё по воротнику. Надеюсь, видео было полезным для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok